Пять человек в команде и всего пять минут в тайме на то, чтобы отправить ворота соперников в заветный гол. И пусть футболистам не больше семи лет, борьба за мяч у них проходит так же серьезно, как и у взрослых. И свою игру они анализируют уже как настоящие спортсмены. Мы играли в футбол, у нас произошла ошибка. Было голо чужих. В чемпионате приняло участие 16 команд. Первыми в соревнованиях сразились малыши 41-го, 29-го, 16-го и 45-го детских садов. Диана Маслова в этой группе оказалась единственной девочкой, но за мяч боролась не хуже мальчишек. Да и задача перед ней стояла далеко не женская. Я защитник, я защищаю на воротниках. Со своей задачей справился и нападающий из детского сада номер 41 Гера Павлушкин. За первый угрол он стал лучшим бомбардиром в своей команде, забив в ворота соперников три мяча. Мне понравилось стоять около ворот чужих. Когда бросал вратарь, когда он попадал на меня мяч, я пинал ему обратно в ворот и забивал гол. Чемпионат школы Росатома по футболу 5+, это хорошая возможность научить малышей работать в команде и привить им любовь к спорту. Организаторами городского отборочного этапа выступили департамент образования при поддержке городской федерации футбола и детской спортивной школы «Юниор». Детский футбол – это круто. Скажу так, самое главное, чтобы развивать ту преимущество, которая у нас есть в городе, начиная с города, надо вкладывать в детей и развивать именно детские спортивные секции, детские спортивные школы. Чемпионат проходит в несколько дней. Все команды разделили на четыре группы. По две команды из каждой выйдут в плей-офф, который пройдет уже 1 марта. И там ребята сразятся за право защищать честь нашего города на региональном этапе в Снежинске. Мария Рунич, Владимир Исеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.